Всем привет, с вами Месопаш. Если вы только начали первую игру в Готафор Огнарёк, то это видео для вас. Речь пойдёт о снаряжении, в первую очередь о броне и оружии, которые можно получить при первом прохождении на начальном этапе игры. Что лучше не пропускать, так как вернуться в некоторые локации можно будет далеко не сразу. Что лучше выбрать на этом этапе, что можно улучшить с перспективой на будущее и на что лучше не тратить дефицитные ресурсы, ответы вы найдёте в этом видео. Полное подробное прохождение с гайдами у меня есть в отдельном плейлисте, ссылка будет в описании. А ряд таблиц по оружию и броне я планирую выложить в телеграм-канале. Под начальным этапом я подразумеваю первые два сюжетных задания «Выживание, фимбол винтер» и «Поиски тюра». По ходу будет ряд побочных заданий, просьб, которые очень рекомендую выполнить, и вы узнаете почему. Уже на этом этапе будет очень ценное снаряжение, которое может пригодиться на какое-то время, а то и до конца игры. Итак, начнём с брони. В первых двух заданиях можно получить от четырёх до шести видов брони. Исходно нам даётся броня выживания. Кстати, очень сбалансированная броня, если продолжать её улучшать. Нет выдающихся показателей, но зато есть все характеристики. В игре будет ещё одна такая броня со всеми характеристиками, причём одна из лучших – броня берсерка, которую можно получить уже в самом конце игры. Но даже она проигрывает по показателям характеристик. Другой вопрос, что встроенного бонуса у брони выживания нет, и это снижает к ней интерес. Но она тоже может быть отличным вариантом, причём до конца игры. После боя с Тором, ещё в первом задании нам даётся бесплатно наплечники мощи видера и кирасы из прочной чешуи. Всё это первого уровня, и бонусов на этом уровне нет, так что можно выбрать одно из двух. Наплечники видера повышают в основном силу, а кираса – больше защиту. По завершении задания мы впервые попадём в дом Синдри. Если у вас был предзаказ, то вам бесплатно дадут броню поднимающегося снега. А если делюкс-версия, то броню Тёмной долины. И та, и другая броня первого уровня, но уже на первом уровне работают встроенные бонусы, поэтому можно выбрать что-то из этих новинок. Но если ничего из этого нет, то в любом случае дополнятся комплекты брони видера и из прочной чешуи бронёй для рук и бёдер. На этом этапе советую из брони ничего не улучшать, иначе потом не хватит ресурсов, в первую очередь кованого железа, на улучшение самой лучшей брони, которую можно получить на раннем этапе игры. Это лучшая броня недвелира. Она идёт уже второго уровня, с очень хорошими бонусами. Но бонусы брони для рук и бёдер начинают работать только на третьем уровне, поэтому её желательно сразу улучшить, а для этого требуется кованное железо. Броня повышает не только силу и защиту, но и показатель живучести, что увеличивает максимум шкалы здоровья. Нагрудник позволяет получить прилив здоровья при захвате оглушённого врага, а на ручьи и на бедреннике замедляют спад оглушения на 100% в паре. Это окажется большим подспорьем с многочисленными врагами, а с мини-боссами станет проще заполнять шкалу оглушения, что существенно добавляет к урону при полном её заполнении. Чтобы её купить в лавке Синдри, нужно добыть недовелирскую руду, а для этого выполнить просьбу на службе Асгарду. Взять эту просьбу можно в таверне, которую вы будете проходить по сюжету. Дальше лучше отвлечься от главного задания и направиться в Благодатную бухту. Броня будет в лавке Синдри на одном из причалов, но для покупки этой брони нужно добыть недовелирскую руду из трёх печей Благодатной бухти. По ходу советую собрать всё железо, которое вы найдёте в бочках, водах бухты и доступных причалах. Тогда его хватит, чтобы сразу улучшить весь комплект брони недовелира до третьего уровня. Но, конечно, если вы до этого ничего не улучшали. Это будет максимальный уровень, до которого можно улучшить всё снаряжение, потому что до четвёртого уровня понадобятся новые ресурсы, которые можно найти только на следующем этапе игры. Что касается оружия, то на начальном этапе и топор, и клинки можно улучшить только на один уровень, но не более того. Необходимые замёрзшее пламя и пламя хаоса можно получить по сюжету. Для топора на этом уровне можно получить максимум пять рукоятей с делюкс-версией, а так всего четыре. Исходно есть старое топорище. Следующая рукоять «Яростное избиение» даётся после боя с Тором по сюжету. И это, пожалуй, одна из лучших рукоятей с самой высокой характеристикой силы при максимальном улучшении на всём протяжении игры. Но при этом других характеристик у неё нет. Бонус позволяет повысить силу при каждом убийстве топором. Исходно она первого уровня, а бонус начинает работать только со второго. И поэтому она будет проигрывать рукояти Тёмной долины за делюкс-версию, где бонус работает уже на первом уровне. Мало того, на этом уровне даже по силе она будет немного проигрывать. Так что при первом появлении в доме Синдри временно можно взять рукоять Тёмной долины до возможности улучшить «Яростное избиение». Ещё одну рукоять можно приобрести в лавке Синдри в Серцевине во время поиска втюра. Туда снова же мы доберёмся по сюжету. Это счастливое топорище Гаура уже второго уровня, имеет средненькую силу и повышенную характеристику удачи. Самая высокая из всех рукояти при максимальном улучшении. Она нужна для эффективной работы бонусов, зависящих от этого параметра, в том числе и для этой рукояти для увеличения шанса вызвать дополнительный оглушающий взрыв при броске. Пропустить можно разве что усиленное ледяное топорище, если не найти яму Драограф там же, в Серцевине. После победы над Ненавистной можно открыть легендарный сундук с этой рукоятью. Она не только повышает силу, правда очень умеренно, но и восстановление, которое сокращает время восстановления рунических атак и реликвий. Является самой лучшей по этому параметру. Бонус позволяет повысить защиту и сопротивление сбиванию с ног. Она исходна второго уровня, так что бонус будет работать сразу. Для клинков можно получить больше рукояти на начальном этапе, до шести с делюкс-версией. Исходно у нас остальные рукояти, но их можно заменить при первом визите в дом Синдри после задания выживания Фимбул Винтер на рукояти Темной долины, если у вас делюкс-версия. Эти рукояти выигрывают по всем параметрам, но пока не улучшать их, даже если есть ресурсы. Все остальные рукояти можно получить во втором задании поиски тюра. И следующие рукояти, которые можно найти, самые лучшие по усилию при максимальном улучшении. Это смертоносные обсидиановые рукояти, но очень легко пропустить место, где их можно забрать. Его не сразу заметишь, а там нужно проплыть под мостиком. И после небольшого боя в легендарном сундуке вы найдете новые рукояти. Бонус позволяет получить прилив ярости при каждом убийстве клинками. Правда, они первого уровня, но у меня они были одни из самых востребованных на протяжении всей игры, за небольшим временным исключением, о котором я расскажу позже. Еще одни рукояти «Проклятые императрицы» можно получить за победу над ненавистной удозорной башней в Благодатной бухте. Еще один повод туда завернуть. Рукояти уже второго уровня имеют самый высокий показатель по удаче при максимальном улучшении. И достаточно хороший бонус с трехкратным повышением силы и рун при каждом ударе клинками. Правда, шанс при этом низкий. В целом, достаточно хорошие рукояти, но лучше использовать при более высокой характеристике удачи. Следующие рукояти «Неугасимые искры» очень легко пропустить при прохождении, а потом в это место долго не вернешься, так что обратите внимание. Найти их можно в рудниках Яронсмиды в легендарном сундуке. Но, чтобы добраться до сундука, нужно решить маленькую головоломку и переместиться к нему на гигантском кране. Подробно, как это сделать, у меня есть в полном прохождении. Ссылка будет в описании. Эти рукояти у меня оставались одними из самых любимых в силу бонуса с увеличением урона от состояния горения и достаточно высоких характеристик силы и рун. Причем, по четвертый уровень улучшения включительно, эти рукояти не уступают по силе обсидиановым, но при этом повышают характеристик урон. Помимо этого, они второго уровня, так что, если вы не успели улучшить обсидиановые до третьего уровня, то, на мой взгляд, это идеальный вариант до тех пор. А в сердцевине в лавке Синдри можно купить рукояти лучистого стража второго уровня. Они имеют самый высокий показатель восстановления. При работе бонуса все выстрелы автоматически отбиваются во время зарядки клинков огнем. Можно купить, если есть ресурсы. В дальнейшем могут пригодиться, но я предпочитала обсидиановые и неугасимые искры. Что касается щитов, исходно доступен щит стража, но его сломает ловчая. На замену нам предлагают два на выбор после первого задания в лавке Синдри. Тут все зависит от предпочтений. Для тех, кому сложно вовремя отбивать удары, наилучший вариант щит каменной стены. Он блокирует даже атаки с желтым кольцом, то есть все, кроме красных. Заряжается от ударов. А при полном заряде можно нанести такой удар, что некоторых врагов подбросит воздух. Его я, кстати, очень оценила в Бальгале, когда много врагов не столь серьезных. А щит Бесстрашия очень хорош для парирования в последний момент перед ударом. Наносит ощутимый урон от оглушения и усиливает следующий толчок. Щит также заряжается, причем при точном парировании заряжается полностью. Тогда щит становится почти красным и, соответственно, оглушение будет выше. С ним сложнее управляться, но это себя оправдывает. Отлично сочетается с броней недовелира. Из каркасов исходно доступен каркас воли. До тех пор, пока мы не найдем еще один каркас, отягощение, он будет второго уровня. Так что временно альтернатив у него не будет. Ради него стоит выполнить просьбу «Тяжесть цепей» в Благодатной бухте. Просьбу можно взять у дозорной башни, подойдя к закрытой двери. В завершении пути мы попадем к легендарному сундуку с этим каркасом. Бонус его хорошо дополняет щит Бесстрашия с получением прилива ярости при парировании. Не самый лучший, на мой взгляд, каркас, но его можно использовать, пока на следующем этапе не появится каркас более высокого уровня. Так что лучше даже не тратить ресурсы на улучшение. С руническими атаками на этом этапе также выбора нет. Можно получить только слабые. Для топора это укус зимы и буря Ньорда. Укус зимы можно получить после боя с Ловчей во время первого сюжетного задания. А бурю Ньорда найти в легендарном сундуке при выполнении просьбы на службе Асгарду на причале с машиной Альтьёфа. Так что еще один повод выполнить эту просьбу. Буря Ньорда будет сильнее в плане урона. А для клинков появится всего одна слабая руническая атака – Пламя Боли во время задания поиски Тюра. Но сначала нужно победить Дреки. И реликвия на этом этапе появится единственная – Талисман Мейгна с кратковременным повышением урона. Но ее также не пропустишь. Найти можно по сюжету в Сердцевине во время поиска Тюра. В общем, это самое основное, что можно получить в первых двух заданиях. О моем мнении по выбору и улучшений я рассказала. Ну а вам самим решать на основании уже ваших навыков и стилей игры. На этом на сегодня все. Не забывайте, что у меня есть одноименные каналы на Дзене, Рутюбе, Ютюбе и Телеграм-канал. Но не забудьте оценить мой труд лайком и подпиской. Удачи вам и до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok